Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юля Ру Флорида. С вами сегодня ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Ребята, сегодня мы приехали в гости к моему бывшему покупателю, который купили дом. Этому дому нужен был достаточно большой ремонт, но из-за того, что у нас было ограничение в бюджете и ограничение по району им нужно было только купить в этом районе, потому что их дочь ходила в школу, то есть с определенной школы. А так как район, который называется Бинтерпарк, это город, который находится чуть-чуть севернее даунтаун Орландо и не дешевый город, совершенно не дешевый. Достаточно долго искали, несколько офферов проигрывали, как раз это был такой горячий очень сезон, когда было сложно выиграть, особенно в определенных районах. Но в конце концов мы нашли этот дом, мы зайдем встретимся с хозяйкой. Давайте до этого я пройду по цифрам, как обычно. Дом, три спальни, две полных ванных. Купили мы этот дом за 355 тысяч. Купили мы в 2021 году, да-да, тогда такие цены еще были, мы успели. Как раз этот год был такой переходящий момент, и когда стали цены просто расти вверх, и во многих районах выросли за один год даже на 40%. Площадь этого дома 1673 квадратных фит, что в переводе на метраж 155 квадратных метров. В доме очень большой двор, задний двор, 0,21 акра и бассейн. Дом уже продавался с бассейном, то есть он не был позже построен, он уже был в продажу, бассейн входил в ту цену 355 тысяч. Ребят, сейчас таких цен нет. То есть, опять-таки, я повторяю, я вам скажу попозже, когда мы сделаем обзор дома, мы спросим у хозяйки, сколько они вложили капитала в ремонт, и я вам озвучу цену, за которую сейчас в этом районе продаются похожие дома. По налогам, налог на дом в год 4 тысячи долларов. Кстати, по страховке нужно будет спросить у хозяйки, Юля, напомни. И дом блочный, он полностью блочный, и выложен кирпичом. Ну что ж, ребят, пойдем поздороваемся, и вы познакомитесь с очаровательной хозяйкой, но мы пойдем не с пустыми руками. Мы заехали в наш любимый магазин «Лакомка», купили торт грильяжный и «Буратино». Нас там встретит собачка, очень дружелюбная. И кошечка. И кошечка. Вот, собачку уже слышно. Здравствуйте! Ждали. А мы не с пустыми руками. Ой, хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста, вам торт грильяжный. Ракиток нашего детства. Спасибо, наш любимый. Наш любимый. Так, только вы двери закрывайте, а то кошка может убежать. Она у тебя на улицу не ходит? Нет. Во двор ходит? Нет, она может убежать. Сейчас я тогда отнесу. Ну вы проходите, чувствуйте себя как дома. Ребята, Юля выставит в конце видео фотографии того, что мы купили. Вот вам просто сравнить, да, чем стал этот дом. Дом настолько... Это вообще два других дома. Совершенно два разных объекта. Вот молодец, дизайнер была Оксана. И подбирала мастеров. И очень многое, что умеет делать ее муж. Ты можешь, кстати, даже и показать, что именно сделал в этом доме твой муж. А где вы набирали, приглашали специалистов. Ну вот, например, я сразу смотрю у входа. Ну, вот был совершенно другой вход в дом. Ну да, двери все поменены. Ну, кроме входной двери, все двери поменены. Здесь вы сделали такие раздвижные двери, да? Чтобы сэкономить площадь. Единственное, у нас полка сегодня сломалась. Вот здесь. А, ничего страшного. Там у вас вход в гараж, да? Да, там ландри у нас. А, у вас ландри? Хорошо, это постирочная. А, и гараж? Да, и гараж, да. Тоже можете открывать дверь. Можно потом с другой стороны посмотреть. Мы все со всех сторон смотрим. На самом деле, дом был машина, да? Да, на две машины, но мы ставим одну, потому что у мужа большая машина, рабочая такая, автобус. Ну, дом был, на самом деле, настолько темный, что я его, честно говоря, не узнаю. Все перекрашено, все в светлых тонах. Очень хороший тон, кстати, такой серовато-голубоватый, да? Он просто осветляет, он дает другую картину, даже с обхода. Здесь у нас высокий потолок, посмотрите, какой высокий потолок. Оставили, ребята, камин, который Оксана хочет еще. Какую плитку ты хочешь? Ну, светло-такой серебристый, с кварцем, с такой, с вкраплениями. Ребят, давайте, вот, посмотрите, Юль, покажи, пожалуйста, камин. Вот он мне нравится именно в таком цвете. В таком цвете? Да, он очень подходит, мне кажется, и если его сделать тоже светлым, уберется вот эта вот изюминка смысла камина. Ну, я не знаю, но, ребята, то есть ты хочешь такой серебряной плиткой еще обложить камин? Ну, не плитка, а как кирпич такой, да, кирпич. Как кирпич, такой серебристый кирпичик. Возможно, это будет, ну, хорошо смотреться, но мне кажется, вот в этом есть изюминка, именно вот в этом кирпичном камине. Ну, мой муж так и говорит, он ругается. Оксана, он мне ничего не платил, чтобы я так сказала. Я считала, я считала, все. Вы повесили все люстры новые у вас, очень красивые решения. Да, все покрашено, да, дополнительно вот этот свет, это мой муж сам все это делал, потому что, ну, я люблю, когда очень много света, люблю, когда очень светло, вот. Мне надо, чтобы везде свет горел. Ну, я, да, а кто, да, кто этого не любит? Все-таки сидеть, как крот, там, в темном помещении, ну, не знаю. Хотя иногда говорят, что, ой, темное помещение, это здорово, будет экономить вам на кондиционере, на электричестве, но все равно, ну, ребят. У нас solar panel, поэтому, да. Solar panel, подожди, напомни, они у вас были или вы поставили? Нет, мы поставили. Вы поставили? Да. Солнечные панели? Да, мы поменяли крышу и поставили солнечные панели. Вот, давайте пока, вот мы дальше не прошли смотреть, что вы сделали по ремонту, ты можешь, в общем, сказать, большие, во-первых, изменения, вот, например, крыша, бассейн вы облицовывали заново, да, и все? Мы, в общем, из этого дома, в принципе, остались только стены и камин. Все остальное мы поменяли, это и окна мы поменяли, полы, ванны, плитки, туалеты, то есть все. И крыша, и переделали полностью облицовку бассейна, и внутри, и снаружи, и так же газон, все вокруг дома, это тоже вы переделали. Ну, ребят, ну, действительно, дом был не в таком хорошем состоянии, Оксана с Алексом сказали, Надя, ты не переживай, нам нужен дом в этом районе, именно в интерпарке, а все остальное мы сделаем, главное локация, да? Ну, там была не только локация, мы хотели именно, чтобы кухня была отдельно, я не люблю, когда зал и кухня вместе. Открытую планировку ты не любишь? Да, я не люблю, потому что я много готовлю, ну, я не люблю, когда вот это все воняет. Окей. Вот, и мы хотели большие потолки, чтобы были высокие, да, и тут очень высокие потолки, мы сразу, когда зашли, что вот, ну, это наше. И еще какой плюс вот в этом доме, что здесь нет ненужного места, то есть комнаты сами, вот спальни, они относительно большие. Вот, у меня муж по роду деятельности, он много ездит, и в дорогих домах, он там и в миллионерных домах был, и говорит, вот что не нравится, что очень маленькие бедрумы, а у нас вот зайдете, посмотрите, какие бедрумы. Ну, и у вас опять-таки нет вот той комнаты, которую мы не знаем, как назвать, да? То есть вы заходите, заходите в коридор, и вы понимаете, что нет, как ты говоришь, лишнего помещения, куда-то просто поставишь... Мебель и все. Мебель и все, и ты им не пользуешься не будешь. Ребята, я бы предложила сначала на кухню пройти, а потом поставить, давайте. Здесь получается у нас проход на кухню, насколько я его помню, это еще с того показа дома. Смотрите, на фотографиях вы увидите, как кухня тоже изменилась. Кстати, Алекс, муж Оксаны и владелец этого дома, он владеет также бизнесом, который с нуля строит кухни, то есть не просто он едет куда-то в Home Depot покупать, то есть это его шоу, где он собирает кухни с нуля и потом приезжает, устанавливает. Кстати, уже несколько из моих клиентов, получив контакт Аликса, делали установку кухни с Аликсом, отличное качество, и все очень довольны. Ну, потому что там полностью из дерева это все делается. Ну, расскажи немножко, да, про... Ну, это... Повекламируем Аликса немного. Ну, я как бы особо туда не лезу, я бухгалтерией только занимаюсь. Оксана у нас бухгалтер, да. И он делает полностью из дерева, и, ну, соответственно, это качество хорошее, то есть если там что-то где-то намокнет, это не набухает, вот, и делает он разные стили, вот. Ну, можете, собственно, посмотреть. Извините. Хотела игрушку платье. Вот, да, такие белоснежные каркасы и гранитная поверхность. Кстати, очень красивый цвет. И фартук тоже, все в тоне. Да, все светлое, ну, нереально просто светлое. И такое большое окно. Кстати, окна здесь, посмотри, какие большие в этом доме. Это, опять-таки, поэтому плюс светлые стены, большие окна, много света в доме. Ну, веди нас, хозяйка. Ну, давайте с нашей мастер-байдрум. Ой, тут уже животные потоптались. Так, включаем свет. А он, о, ничего себе какой-то. Ну, он тут, да, он разными тут цветами включается. Есть синенький. Романтика. Есть желтенький. Да, есть вот такой синенький. Смотрите, ну, большая, вообще, размер спальни очень большой. Особенно, я помню эту спальню, она меньше казалась. Она темная была. Ну, да. Она была темная, и здесь еще что-то навалено, какая-то мебель была. Ну, что-то, да, такое. Посмотрите, да, вообще, очень, ну, окна. Вот это окно единственное, которое мы не поменяли. Не поменяли одно окно. А что так? Ну, что-то это, мы считали, ну, как бы, да, да, да. Да, попозже поменяем. Это все в проекте. В чем оно плохое? Мне кажется, хорошая основа? Ну, оно вот мне не нравится, что темная вот эта рама. Да, то есть рама вот эта темная. Во всех остальных мы везде поменяли, и они белые, эти окна. И у нас там специальные противоураганы, двойное стекло. И когда сильно светит, потому что здесь вот так вот идет солнце, и туда, там закат получался. Ага, отсюда, ну, встаньки там. И очень сильно светит солнце, но оно из этих окон, оно преломляется, и не жарко. Это здорово, да. Для Флориды вот это вот, кстати, важнее, чем просто темный дом, где вы сможете сэкономить на кондиционере. Ну, да. Так, ну, здесь у вас получается гардеробная, насколько я помню, да? Гардеробная, да, хорошо. И ванная. Так, ванну. Да, вот, кстати, тоже вот это мы не переделывали, ну, я считаю, что, в принципе, нормально. Ну, слушай, кабинеты вы не переделывали? Нет, кабинеты все переделывали, плитку мы не переделали. А, ну, кстати. Я тоже думаю, что в проекте, как бы... Да, совершенно хорошая плитка. Ты имеешь в виду в душевой кабине? Да. Ну, стекло, мы думаю, может поменять. Ну, то есть это все... А, вот это не меняли. Пока, мне кажется, знаешь... А вот это все меняли. Если можешь что-то подождать. А вот это все меняли, это тоже работа Алекса, да? Да. Вот. Красиво. Свет тоже все поменяет, да? Да, да, да. Очень красивые у вас светительные приборы везде. Love. Так, Оксаночка, веди нас дальше, хозяйка. Так, ну, тут можно тушить. Это дочкина комната. Так, ну, заходите сюда. Это она тут сама. У нее немножечко цвет полов другой, стены немножко другого цвета. Здесь полы отличаются вот от того? Это что, да? Слушай, это свет падает, да. Сразу так не заметить, потому что свет по-другому ложится. Слушайте, у вас кот такой компанейский, где мы-то? Она не хочет, да, она не любит гладиться. Да, но... Очень красиво. Похоже вообще с собачкой, как брат и сестра. Они такие, за вами. Одного цвета. Ну, да, да. В общем, да, это комната дочки. Здесь у вас что, офис получается? Да, здесь сейчас офис, я работаю из дома. Да, уже... Оксана у нас, Юля, Оксана у нас бухгалтер и не так давно перешла на работу из дома. Ну, уже в марте будет год. А, в марте. Ну, вы знаете, на самом деле очень много специальностей, очень много бизнесов, но если есть возможность работать из дома, в принципе, после пандемии, очень многие остались работать из дома, что очень даже хорошо. Можно пойти написать отчет, пойти в бассейн окунуться. Не, но я так не делаю. Так, показывай, что тут дорожка даже есть. Да, офис. И тут вот, когда к нам гости приезжают, мы поднимаем тренажер, вот этот диван раскладывается, вот, и, ну, можно матрас, допустим, мы вот для ребенка мы клали матрас, вот, то есть, ну, тоже такая, как гостевая комната. Гостевая спальня. Очень красивый диван. И цвет красивый. Эту ванная еще у нас есть. Ой, ванную мы пропустили, боже мой. На диван отвлеклись. Да, на диван отвлеклись. Вот, это тоже две раковины. Да. Две раковины, всю плитку вы перекладывали. Да, всю плитку, да, перекладывали. Цветовое, гамма, цветовое решение у нас Оксаны дизайнер. Мне очень нравятся плитки вот эти соты, я не знаю. Они бывают и маленькие вот такие, и большие, просто очень соты нравятся. Так, а на полу это венил, правильно? Да. А я не знаю все. Двор. А, двор! Больше нечем гордиться. Самое интересное, всегда, на посылках. Да, я что-то забыла. А вы, кстати, камином пользуетесь? Да, мы тоже там. В холодное время года, да? Нет, он не греет, он чисто для красоты, он на газу. У нас дома стоит электрический даже камин, и от него столько тепла, от него нет. Это вот такая беседка, да? Да, это вот мы только, ну я не знаю, может быть, пару недель закончили назад плиткой тут положили. Все. Есть где, есть где спрятаться от дождя, и очень большое такое пространство, да, под крышей. Мы тут иногда делаем пул-пати, мы вот так вот стол ставим, ну и нас тут много людей помещается, человек, ну, 15, может быть, вот так вот. Ну, большое очень помещение, конечно. У вас вот этот стол раскладывается ли какой-то? Нет, нет, это большой, это стеклянный стол, это вот мы стульчики. А, вот он, этот стол стоит. Ага, я поняла. Да, то есть мы вот так вот ставим. Опять-таки все закрыто, сетка от комаров, москитной сеткой, да, то есть... Ну, это муж дверь пока снял, пока плитку уложили, еще пока... Я даже не обратила внимание, что дверь, я вижу москитную сетку. Хорошо, да, то есть у вас, кстати, есть комары? Вот я живу не так далеко от вас, у нас комаров нет. Ну, бывают такие периоды, что они есть, я там, ну, что-то рассыпаю, в хом-дипа я покупаю, рассыпаю по траве, и все, их больше нет. А животным это, ну, не опасно, если собачка пьет, нет? У нас вот почему-то их и нет. Ну, бывает вот очень редко, там, может, ну, раз в год. Я, знаешь, почему спросила? Потому что вы живете очень близко к озеру. Вот тут вот прямо озеро, и у соседа у этого. Да, и поэтому, возможно, у вас бывают такие периоды, я не живу, как бы, прям в какой-то близости к озерам. Ну, давайте посмотрим на эту красоту. Слушай, тебе здесь нужно небольшую поставить или сауну, или бочку. Бочка будет вот там. А, уже есть планы? Да, да, смотри, как мы одинаковые. Все планы есть. У вас такой огромный. Здесь было девять деревьев, мы их все удалили, спилили. Вот, вот здесь было огромное-огромное дерево, мы здесь заасфальтировали все. Ну, можете туда пройти. Здесь у нас скоро будет банька, куда мы будем приезжать. Да, да, да. И вот именно сюда муж хочет поставить, как вот, баню. Даже не бочку, а именно что-то маленькое, типа сауну. Ну, да, да. На четыре человека. На четыре человека, супер, просто вообще отлично. Ну, да. Бассейн вы тоже облицовка были. Да, это все делали, Рина. И внутри сливали воду. Но он был в таком, он был с трещинами, да, я помню. И у вас, правда, здесь было много деревьев, которые закрывали вообще все солнце. Да, да, да. И мы их удалили, потому что я люблю, когда он такой открытый, я не люблю сетку над бассейном. Вот, и как бы, ну, листья практически не сыпятся. Оксаночка, расскажи, пожалуйста, нам вкратце вот о местности, что есть в комьюнити. Мы проезжали сейчас, два теннисных порта видели, что у вас. У вас есть вход к озеру, да? Да, есть вход. Мы просто покупали с вами этот дом в 2021 году, освежи мою память. Потому что тогда мы это все просматривали, это тоже был каким-то фактором, да, вот эти вот вроде мелочи, но важно. Что у вас вообще в комьюнити? Ну, есть... Еще и они высокие у вас, 20-30 долларов. В раз в три месяца я плачу 92 сейчас. Ну, где-то в районе 30 долларов в месяц, но сюда входит... Теннисный корт, по-моему, теннисный, или волейбольная площадка, я не знаю, мы там ни разу не были, мы не спортивные люди. Вот, только максимум тренажер вот этот. Плейграунд, и вот этот вот выход на озеро. Мы, кстати, с Юлей туда пройдем, ты нам покажешь потом в эту сторону, и там прям есть дорожка, по которой можно дойти до озера. Да, да, да. Есть выход на озеро, он нам сказал, он тут практически не живет, он говорит, вы можете ко мне заходить, и там, если вам надо, в общем, делайте, что хотите. Мы такие, да нет, мы как-то это стесняемся. Здесь очень, кстати, да, сколько раз я с Оксаной созванивалась, и Оксана говорит, соседи здесь просто отличные. Соседи очень классные вообще, и такие, ну вот, все интересные такие личности, очень много врачей тут. Вот, один тут у нас сосед на вертолете, врач, который летает. А, типа, скорая помощь на вертолете. Да, 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 вот это тоже сосед очень хороший, постоянно нам каждый Новый год, каждое Рождество мы находим подарочки, вот, они нам там с женой оставляют. Вот, он тоже врач, и жена у него врач, у него в Калифорнии дом, в Сарасоте дом, и вот здесь вот дом. Он приезжает, чистит, моет, убирает и едет в другие дома. А вот там, смотри, мы еще не посмотри. Да, да, там, там зона барбекю. Пойдемте посмотрим. Это мы высадили вот тут кусты, потому что мы не хотим менять заборы, получается, трем соседям менять забор. И потом вот эти кусты, они вырастут вот такими. Да, это подокарпус, это живой забор мы называем. У нас тоже стоит, как бы, на заднем дворе. Да, они очень высокие, их можно подрезать под любую высоту и в любом, по любой форме. Ну, вот эта зона барбекю, тут вот муж накрывает. А почему здесь мы ее задумали? Потому что здесь окно в кухню, и он мне там что-нибудь стучит, я ему отсюда все подаю. И он даже вот так вот руки там моет. Да ты что, слушай, там... Да, и очень так удобно. И беседку вы поставили. Да, ну, чтобы жарить шашлыки, например, вот мы жарим, и как бы нам что дождь, что снег, да, нам все равно. Это что у вас такое? Это коптильня, да, но мы ее, правда, один раз пользовались. Ну, у нас грильница хорошая, мы ее тоже закрываем, чтобы она там не поржавела, ничего. Оксан, сколько вы приблизительно, ну, скорее всего, ты знаешь бюджет, может быть, Алекс лучше знает бюджет, сколько вы потратили, в общем, на всю реновацию дома? Ну, если суммарно, вот прям все брать, потому что мы и кондиционер поменяли, и крышу там, ну, вот все-все-все, и вот этот вот проект, я же говорю, мы недавно закончили, он один из самых дорогих. Ну, около, наверное, 90 тысяч. Около 90 тысяч. Купили мы этот дом за 355, вы вложили 90, получается 435? Ну, да, наверное, где-то так. Но мы поменяли все, потому что мы даже поставили новый хитр на бассейн, мы можем и зимой купаться, газовый хитр. И что очень нравится, что два часа и все, и бассейн нагрет полностью, ну, до 30 градусов. Ну, это очень круто. На самом деле, я посмотрела, хотела посмотреть по ценам, что, какая цена вашего дома на сегодняшний день. Я это обобщу, потому что у вас здесь ничего не продается, здесь продавалось за последний год три дома, ну, вот во всей эре, да. То есть какой-то такой анализ рынка, его можно привести, но это нужно глубоко сидеть. Я бы сказала, где-то в районе 500-550, может быть, 530, вот так. Да? Ну, хорошо. Это хорошо или плохо? Я думаю, Оксана сейчас скажет. Не, я, если вы выстоите... Кстати, я смогла посмотреть дома, которые выходят на озеро, у меня там получилось более-менее. Там, ну, тоже приблизительно, там дома миллионы выше. Ну, потому что выход на озеро, они всегда дороже. Вот буквально, вот ваши соседи, поэтому находиться как бы в округе домов миллионеров, знаешь, уже повышает оценку вашего дома. Даже, даже если у вас не выход на озеро и не дом миллионер, все равно у вас идет оценка. И чем дороже продаются, даже пусть такие дома, тем выше будет оценка уже идти вашего дома, потому что идет оценочная стоимость, пусть по вашему скверфуд, по вашему метражу, да, три спальни, но все равно оценка идет по общей рыночной стоимости, как бы, района, среднестатистически. Вот, поэтому, ребята... Но мы не собираемся продавать, муж сказал, что я здесь и умру, здесь меня и похороните. Мне этот дом слишком дорого обошелся, потому что, ну, я говорю, что, ну, мы практически все делали сами. То есть только то, что там, допустим, ну, мы не можем, например, плитку положить, вот такое вот, это мы нанимали. Вот, а все остальное там красили, полы муж клал, кухню вот эту делал, то есть, ну, все как бы полностью это мы сами. Шикарно просто вообще. Я видела так по мере продвижения ремонта там и сям, я как бы видела, что был, но вот окончательный результат я еще не видела. Кстати, двор я вот сейчас первый раз вижу уже в окончательном результате. Шикарно, Оксан, вы счастливы, что именно этот дом вы приобрели? Да, 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 это наш дом. Вот даже мы в гости, когда там приходим, или мой муж, когда там ездит, делает кухни, он говорит, ты знаешь, говорит, вот мне вообще никакие дома не нравятся, а мне только вот наш дом нравится. Ну, каждому, конечно, нравится, каждому свой дом, каждый кулик хвалит свое болото, да, но у вас очень хороший дом, очень шикарный, мне безумно нравится преображение этого дома, если сравнить, что мы увидели первый раз, когда зашли, да, и что мы видим на сегодняшний день. Ну, вот, но, Юля, есть вопросы ко мне, к Оксане? Оксана, спасибо большое, тебе очень-очень благодарна. Да, спасибо. Пока, друзья, спасибо, что вы с нами, я была очень рада поделиться вот таким проектом с вами и познакомить с моей прекрасной покупательницей и подругой, мы подружились, мы уже много лет дружились. Да, да, да. Вот, так что спасибо, что вы нас смотрите, оставайтесь с нами, до следующих встреч, пока. Пока, пока. Понятно, что не во всех районах, в каких-то районах на 15% выросли, в каких-то на 30-40%. Так, площадь этого дома, очень много болтая. Субтитры подогнал «Симон»!